Всем привет, с вами Дженикус. Несколько часов назад вышел геймплейный трейлер Джокера, который раскрыл нам этого персонажа совершенно с другой стороны, нежели мы ожидали. Во-первых, его геймплей совершенно не похож на него из Injustice и Injustice 2. Нет ни кислотного цветка, ни зубов, ни ломика. Многие его спешл стали весьма кинематографичными. Во-вторых, внешность. Как видите, его фирменных шрамов в виде улыбки на лице нет. Он дорисовывает улыбку кровью. Далее у него теперь есть трость, которая, вопреки ожиданиям, не заменила лом из Injustice. Она формирует стринг серий. Фейерверк Джокера, похоже, дает выход на фреймтрап, по крайней мере за метр. Если противник стоит непосредственно на этом фейерверке, то его лаунчит для комбы. Эта серия, по-видимому, мид-оверхед. Похожа на лоу-краш, дает крашен-блоу. Она же имеет еще один крашен-блоу, только, судя по всему, со спешла. Серия начинающаяся с лоу. В трейлере нам не показали серии начинающихся с оверхеда. Усиленный прожектайл с куклой Бэтмена летит по весьма неприятной траектории. Тяжело перепрыгивается, выводит на комбу, но не является релаунч-мувом. Стартап не позволяет. Вторая опция с куклой Бэтмена довольно быстрые лоу-проджектайлы. Четыре выстрела нокдаунит. При этом сам Джокер сидит, судя по всему, лоу-профайлит. То есть другие хай-проджектайлы по нему не попадают. По всей видимости, кукла Бэтмена это такой зонинг-инструмент. Коробка с бомбой. Имеет большой стартап. Судя по всему, взрыв это усиление. Не очень понятно, можно ли этот спешл скомбить. Джеб паниш. Выводящий на крашен блоу. Что очень неплохо. Бензиновая дорожка. Долгий стартап. Судя по всему, ее можно скомбить только в углу. Поджигает огонь для нанесения дот-дэмэджа. Оверхэт. Очень долго заводящийся чувак с бомбой. Похоже, для использования на фулл-скрине. Но вроде комбо стартит. Чувака с коляской можно усилить. Тогда он даст взрыв и дот-дэмэдж. Фатал блоу Джокера. Является либо Перри, либо можно его задерживать, как у Джонни Кейджа. Лично я склоняюсь больше ко второму варианту, так как в замедленной анимации кажется, что Барака не попал своим спешелом в хит. Ну и мультик Фаталити а-ля Фрэншип. Пока что Джокер производит неоднозначное впечатление. Не похоже, чтобы он был зонером или прессером. И не похоже, чтобы он имел сильную игру на нейтрале. Но это мы точно увидим, когда он выйдет. А выйдет Джокер в ранний доступ для тех, кто купил Комбат Пак 28 января. Вместе с ним выйдет скинпак DC L Swords. С весьма неплохими костюмами, превращающими Нуб Сайбота, Бараку, Китану и Гераса в злодея вселенной DC. Таким был краткий анализ трейлера Джокера. Как всегда, ждем Комбат Каста. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok